Какова сегодня сельская школа? Пожалуй, самый актуальный вопрос на Всероссийском съезде учителей. Тринкосинская средняя общеобразовательная школа нашей республики. Примеры современного сельского учебного заведения. 24 учебных кабинета, своя библиотека, бассейн, спортивный тренажерный залы и почти 300 учеников. Так Тринкосинская средняя школа выглядит сейчас. 9 лет назад это учебное заведение победило во Всероссийском конкурсе инновационных школ и получило государственную поддержку президента Российской Федерации 1 миллион рублей. Компьютерный класс, три интерактивных проекта, лингофонный кабинет. Все это появилось в школе после победы в конкурсе. Помимо технического оснащения, средства были направлены на повышение квалификации педагогов. Китайский язык, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, как один из самых сложных, сейчас стали активно изучать в России. Тринкосинская школа не исключение. Я изучаю китайский язык один год. Мне захотелось попробовать. Мне понравилось. Я начала учить китайский язык. Он очень похож на английский. Школа – это не только учеба. Из года в год ребята становятся как призерами, так и победителями районных и республиканских соревнований по различным видам спорта. Но особая гордость школы – хореографическая студия «Сияние» и ее танцоры – тоже призеры различных фестивалей. Каждый ученик нашей школы занимался хореографической студией нашей «Сияние». И сейчас у меня больше 150 человек. То есть это практически половина школы. Мы выезжаем на разные мероприятия, концерты, конкурсы на международные, всероссийские, республиканские, районные. Мы занимаем призовые места. Были в Туапсе, в Болгарии, в городе «Обзор» на международном корпусе хореографическом, в Абхазии. Утрень Косинской школы – большие планы на будущее. Ей лишь 27 лет, а для учебного заведения – это возраст больших возможностей. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.